Девушки отдыхают Мне 21, зовут меня Полина, я из города Киев. У меня родители были цирковыми музыкантами, ну и получается, что я родилась в Польше, как раз, когда они были на гастролях. Ну, я пробовала, но это не мое. Я боюсь высоты, я боюсь крокодилов, я боюсь слонов, лошадок и всех остальных. Поэтому сестра у меня цирковая, сестра воздушная гимнастка, то есть она работает, а я, ну, не умеешь гимнастировать, иди пой. Ну, вот я и пошла петь. Смотрела проект, не один сезон, и видела, что как бы все выступают, а я нет. Дома я не хочу постоянно петь для котиков, собачек там своих. То есть в зале, они там, конечно, внимательно слушают, но как бы... Ну, хочется ж уже какого-то признания, либо, ну, хоть, чтобы люди меня слышали. Крепить. Давай. Давай, помню. Сейчас вы встречаете, дорогой. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Полина. Вас зовут Полина, правильно? Да, Полина. Что вы нам споете? Я вам спою песню «Лифты» Марии Чайковской. А что это за певица? Это популярная в узких кругах певица, мне очень нравятся ее песни. И красивые текста, мне очень... Послушаем тогда «Лифты». Давайте «Лифты». Окей. Просыпайся, одевайся, прохладно. Мы метели, не хотели, ну, ладно. Странно очень, дни короче лишь ночи. И от строчек нам осталось много точек. Улетаю, исчезаю, не достой к рукою. Класс. Метели. Стараюсь, я пытаюсь, но видишь, я с тобою. Удержи, скажи мне все, бежи, как можно тише. Эти лифты, подожди, а я хочу на крышу. Можно только нежно и аккуратно. Чтоб вернулись наши чувства обратно. Чтоб небо стерло ливнем в печали. Чтоб птицы нас с тобой обвенчали. Улетаю, исчезаю, не достой к рукою. Я стараюсь, я пытаюсь, но видишь, я с тобою. А смотри, контроль, я делаю. Удержи, скажи мне все, бежи, как можно тише. Эти лифты в этаже, а я хочу на крышу. Спасибо. Спасибо, Полина, за выбор композиции. Необычная песня. С интересными гармониями, очень небанально. Вот такие композиции надо искать вообще новым исполнителям, начинающим. Да что вы говорите. Очень выигрышные. Да я тут за это борюсь уже сколько времени. Могу сказать честно, хотел бы эту песню услышать еще раз. Спасибо вам огромное. Для меня это очень важно, мне очень приятны эти слова. Вот понимаете теперь, Сергей, каких мы ищем, да, тут Смино? Да. И те, которые выходят и поют то, что пели уже 20 лет назад. Но такого материала очень мало, вот в чем дело. А по-моему, если поискать, то можно наткнуться на хорошие вещи. Где же ты была в все эти города, скажи мне, пожалуйста? Я дома распевалась. Очень, очень долго ты шла сюда. Единственное что, все, что-то надо сделать с твоей мимикой, она должна быть проще. Хочется, чтобы ты расслабилась, понимаешь? И пела так, чтобы, ну вот, чтобы лицо твое было спокойным. Вместе надо просто расслабиться, и голос будет еще открыто звучать. Я предлагаю друзьям голосовать, наверное. Давай, все же. Я говорю с большим удовольствием вам «да». Спасибо большое. Мы присоединяемся к этому удовольствию и говорим «да». Я увеличиваю все удовольствия до этого сказанное в три раза и говорю «да». Для того, чтобы подвысить качество пива в треновальном таборе, ты туда уже пришла. Я тебе так уж скажу «так», «четыре так», «спасибо» еще пришла. Спасибо большое. Спасибо. Есть люди, которые поют современную музыку, хорошо, но так же споют мусульмакомай. Понимаешь? Кого угодно. Да, и ты это не чувствуешь. Она не чувствует и доносит. Подписывайтесь на наш канал в YouTube «Х-Фактор Україна» и вы не пропустите самые интересные моменты лучшего телевизионного украинского шоу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова